Забайкальский край На входе в зал посетителям раздавали анкеты от «Единой России» о предложениях для стратегии развития края. Поэтому неудивительно, что у пришедших возник вопрос о том, не является ли новая коалиция предвыборным проектом единороссов. «Нет, проект не партийный», – сказали организаторы. Более того, он не является копией Народного фронта, который появился в канун президентских выборов по инициативе все той же «Единой России». Версию о непартийности коалиции подтвердил и Константин Ильковский. Мы видим с вами, что коалиция не задумывалась изначально как формальная структура, у которой есть руководство, есть свой аппарат и так далее. Это объединение людей, физических лиц, это общественных организаций, объединение тех или иных хозяйствующих субъектов, которые хотят внести свои предложения в развитие Забайкальского края и обсудить их не только с властью, но и обсудить их между собой. То есть это такая открытая форма объединения. Коалиция создана. Участники оргкомитета посмотрели друг на друга и обменялись пожеланиями. Больше пока о новом движении сказать нечего. Главное, по словам депутата ЗАГС Собрания Анатолия Романова, сделать так, чтобы планы движения переросли в действия, а сама организация и после выборов работала так же активно, как сейчас собирается. В колких анекдотах сотрудники ГАИ сами управлять автомобилем, как правило, не умеют. Вот и цепляются, завидуя к добропорядочным водителям. Ветераны дорожного дела на показательных соревнованиях 2 июля доказывали, что почвы для подобных смешков нет. Конкурс ветеранов всегда в строю. Мы проводим уже третий раз с целью передачи опыта ветеранов молодым сотрудникам, с целью популяризации соблюдения правил дорожного движения. В нашем конкурсе участвуют ветераны, которые прослужили более 15-20 лет в службе ГАИ. Четверым участникам предстояло показать свое умение, совладать с железным конем, написать тест на знание правил дорожного движения и продемонстрировать мастерство владения оружием. Несмотря на то, что уже несколько лет они находятся на заслуженном отдыхе, профессиональные хватки ветераны не потеряли. 10, 9, 7, 5. Выбор лучшего участника конкурса оказался для организаторов сложной задачей. Каждый был хорош в какой-то из дисциплин. Но суммарный подсчет баллов все же вывел главного победителя. Им стал полковник милиции Николай Михайлов. Я очень много участвовал в соревнованиях. И вот сегодня такой ощутил, опять же, прилив энергии, бодрости такой. Спасибо организаторам за то, что не забывают нас, приглашают и дают нам возможность почувствовать себя в форме. Не желая отдавать все золото Михайлову, его коллеги показали себя лучшими в других номинациях. Лучшее знание правил дорожного движения показал полковник милиции Владимир Рязанцев. А рекорд по сборке пистолета поставил Николай Козлов. В прошлом – госинспектор регистрационного отдела. Сотрудники ГИБДД отмечают 3 июля свой профессиональный праздник. В этом году исполняется ровно 77 лет со дня основания в нашей стране государственной автомобильной инспекции. Торжественное мероприятие в честь праздника прошло и в Забайкальском управлении ГИБДД. В рамках мероприятия, отличившихся на службе дорожных стражей, наградили ценными подарками, денежными премиями, а кто-то получил очередную звезду на погоны. Официальную часть разбавляли музыкальными номерами солисты ансамбля управления внутренних дел. Сегодня Забайкальскую госавтоинспекцию, а это более 800 человек, возглавляет подполковник полиции Эдуард Белобровый. Уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, я сегодня поздравляю от всей души с настоящим праздником, днем образования службы госавтоинспекции. Конечно же желаю счастья, добра, благополучия, всего позитивного, и чтобы всем вам сопутствовала удача. Задачи у нас непростые, нелегкие ночи и дни, Но с гордостью служит Россия инспектор службы КАИ. Уходят вдаль проспекты и дороги по сибирской стороне. Ты не грусти, родная, на пороге, скоро я вернусь к тебе. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру